Работа под чутким руководством городских властей и депутатов партии «Единая Россия». Сегодня утром они отправились в рейд, чтобы проверить, как убирают снег в дворах. Здесь эта обязанность лежит на плечах управляющих компаний, а внутридворовые проезды и городские дороги приводят в порядок подрядчики. Есть хорошие дворы, а есть дворы, которые не чищены. Сегодня, если говорить по позиции дворов, то выходы из подъездов очищены на 95%, это по городу называют. Если мы говорим о тротуарах, то это цифра 75-77%. Если мы говорим о дворовых проездах, то эта цифра варьируется от 62 до 75%. Вот в этой части мы говорим, то есть не одинаково эта работа организована, потому что есть проблематика с управляющими компаниями. Ужесточить регистрацию управляющих организаций. С таким предложением городские власти вышли к депутатам Губернской думы. Свои предложения мы к депутатскому корпусу направили по взаимодействию управляющих компаний, это по лицензированию, ужесточению лицензирования по управляющим компаниям. То, что должна быть ресурсная база в первую очередь, ответственность. То есть когда будет лицензирование, все-таки и управляющая компания будет более ответственно подходить к исполнению своих обязанностей. Снег из дворов и городских улиц должны вывозить на полигоны. Их в Самаре 9. Но не все коммунальщики выполняют эти требования. Некоторые оставляют сугробы во дворах, либо вывозят на ближайшие дороги. На полигон же только за последние сутки вывезли порядка 10 тысяч тонн снега. С начала сезона более 640 тысяч тонн, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы справиться с таким объемом, необходимо дополнительное финансирование на обслуживание города в зимний период. Люди под знак отставляют машины. При этом как компании, которые занимаются уборкой снега, объехать эти машины? Управляющие компании, которые должны снег вывезти, они скидывают на проезжую часть. Это еще одна ответственность. Но и безусловно, самая серьезная проблема – это недофинансирование этой отрасли. На что будет воспроизводство основных фондов? Это тоже на сегодняшний день очень серьезная проблема. И ее в комплексе надо решить. Деньги нужны и на обновление технопарка. Отремонтировать старые машины и закупить новые. Учитывая круглосуточную работу спецтехники, нагрузка на ее эксплуатацию максимальная. Как итог – быстрый износ. Поэтому необходимость в увеличении числа машин крайне острая. Депутаты ГУП Думы приняли решение вынести предложение о выделении средств из вышестоящих бюджетов на закупку новой техники. Сегодняшняя зима, она, ну, скажем, очень капризная. Мы понимаем, что мы живем, так сказать, не в субтропиках. Но, тем не менее, когда на прошлой неделе у нас был ливень и на утро, так сказать, мороз, понятно, что это, так сказать, обледенение, это дополнительные реагенты, которые нужно обработать. Это дополнительные человеческие ресурсы. На сегодняшний день недостаток как раз ресурсов по вывозу, то есть оплаты данной услуги. Выйдем с инициативой, чтобы пересмотреть рамки действующего бюджета и необходимое количество и достаточных средств направить на завершение зимнего сезона. В ближайшее время инициатива увеличения бюджета на содержание городских территорий будет рассмотрена в Городской Думе, а Единороссы планируют вынести на рассмотрение в правительство вопросы выделения средств на покупку спецтехники. Мария Левина, Константин Головин. События.